Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Мест не хватает, поэтому здесь рядышком решили произвести здесь стройчку. В майском районе возводится детский сад на 80 мест. Очередная индексация. С сегодняшнего дня в России повышаются социальные пенсии. Каким будет размер выплат? Шедевр из обычного песка. Секретами песочной анимации делится Шиамир Гучапшока. В майском районе возводится новое дошкольное образовательное учреждение. Сдача в эксплуатацию объекта позволит в два раза сократить очереди в детсады, заявили в муниципалитете. Напомним, в прошлом году здесь открыли 225 новых мест. Сейчас подрядчики завершают нулевой цикл строительства. Детсад рассчитан на 80 малышей. В основном это будут жители микрорайона «Птицезавод» города Майского. Весь необходимый материал уже приобретен. Сейчас подрядчики приступили к бетонным работам. Завершение строительства намечено на конец 2015 года. В своей очереди в детсады в районе ожидают еще 225 малышей. Поэтому возведение дошкольных учреждений будет продолжено, отметили в райадминистрации. Возобновленные работы и на другом объекте недостроенный дом бывшего майского завода электровакуумного машиностроения простоял почти два десятилетия. Местным властям удалось сдвинуть вопрос завершения строительства здания с мертвой точки. Сдать в эксплуатацию дом подрядчики обещают уже в следующем году. Помимо квартир в многоэтажке расположат торговые помещения и благоустроят территорию. А на новой улице из домов-коттеджей, построенных по программе переселения из ветхого жилья, горожане уже обживают свои жилища. Подсистемы МЧС должны обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодия. Готовность ведомства к возможным чрезвычайным ситуациям обсуждали на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности. С подробностями Карина Аванесова. Ситуация с паводками в регионе стабильная, и отклонения от нормы пока не прогнозируются. Это первое, о чем заявили на заседании правительственной комиссии. О запланированных на текущий год мероприятиях докладывал начальник отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Минприроды и экологии КБР Алимбазиев. По мероприятиям, которые мы собираемся проводить, распределение по наиболее крупным объектам, сможете нам сказать, что для присутствующей понимания? В этом году будет проводиться русло-регулировочная работа на реке Каменька в сельском поселении Шалушка, микрорайон Мир, и река Урвань, химик, дачная, некоммерческая водоварь, которая у нас ежегодно затапливается и имеется большое количество жалоб. В этом году планируется проведение капитального ремонта и строительства берега укрепительных сооружений. Соответствующие проекты Минприроды Республики уже подготовила. Состояние региональной сети автотрасс и мостовых сооружений – еще одна тема обсуждения. В профильном ведомстве уже провели обследование транспортных артерий Республики и определили потенциально опасные участки. На 16 объектах требуется расчистка подмостовых габаритов, отреченных наносов. Ориентировочный объем работ составляет 368 тысяч метров кубических. Выполнены уже на шести объектах расчистлены подмостовые русла. Это такие мосты через реку Малка, Терек, Чирек, Урвань, Баксан. На заседании комиссии также обсудили экологическую обстановку водоохранных зон Кабардино-Балкарии. По словам начальника отдела водных ресурсов по КБР Малика Талгурова, по сравнению с прошлым годом ситуация значительно улучшилась. Однако в некоторых населенных пунктах поймы рек по-прежнему захламлены бытовым мусором. Сократилась и статистика пожаров. Удалось снизить количество пожаров на 11%. Если взять в живом секторе, то более чем на 11%. Погибло людей, наверное, меньше. Начальник главка Михаил Надежин подчеркнул. С наступлением весны в республике начинаются паводки. Поэтому всеуполномоченные ведомства и органы местного самоуправления должны быть полностью готовы к любым нештатным ситуациям. Службой уже сегодня предпринимаются все необходимые меры, чтобы предупредить возможный ЧАЭС. Карина Аванесова, Игорь Мигулин, Вести Кабардино-Балкария. С 1 апреля в стране увеличиваются социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты. Как пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда России, на 10% увеличатся размеры пособий для нетрудоспособных граждан, инвалидов, детей, потерявших одного из родителей, мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, но не имеющих права на постоянную страховку пенсии. Увеличиваются также выплаты по инвалидности для военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной и жителей блокадного Ленинграда. У нас их более 19 тысяч в общей сложности, а получатели социальных выплат из 19 тысяч, они 18,2 получатели пенсии социальных выплат. Говоря о размере пенсии, то хотелось бы сказать, что средний размер после увеличения, после индексации, составляет по республике 8594 рубля. А среднее увеличение, вообще в общем, если взять, 802 рубля. С сегодняшнего дня на 5% повышаются размеры ежемесячных денежных выплат. Индексация пройдет автоматически. Максимальная прозрачная система учета и контроля. С января текущего года владельцы квартир платят взнос на капитальный ремонт своего дома. Региональный оператор, где аккумулируются эти средства, в эти дни проводит активную разъяснительную работу в муниципалитетах Кабардино-Балкарии. Слово Альберту Корцаеву. С 1 января жильцы многоквартирных домов начали получать еще одну квитанцию за капитальный ремонт. За это население платило и раньше. Сумма входила в общую платежку, которая приходила от ЖЭКа, ТСЖ или управляющей компании. Теперь взносы поступают в специально созданный Министерством строительства и ЖКХ республики некоммерческий фонд регионального оператора. Собственники квартиры могут отслеживать передвижение этих средств. Все открыто и прозрачно, заявил руководитель организации. Это очень важно, чтобы вы понимали, не человек платит, а квартира платит своими квадратными метрами. Средства учитываются по каждому дому. То есть должно быть видно в любой момент, сколько каждый дом накопил. Чтобы довести до людей суть нововведения федерального законодательства об обслуживании и сохранении жилфондов прохладно, вместе с представителями регионального оператора отправился и председатель комитета парламента КБР по строительству ЖКХ и ТЭК Валерий Гриневич. Наша задача сегодня состоит в том, чтобы люди, проживающие в многоквартирных домах, действительно это поняли, приняли и стали исполнять то, что требует от них закон. По одной простой причине. Через определенный промежуток времени требуется капитальный ремонт, чтобы не подвергать условия жизни риску. Необходимо его проводить. Для этого нужны финансовые средства. Тариф на капитальный ремонт составляет 6 рублей 22 копейки за один квадратный метр. Устанавливается он ежегодно госкомитетам по энергетике, тарифам и жилнадзору КБР. Закон предусматривает и другую возможность собрать деньги на ремонт дома, создать СЖ, открыть специальный счет и самостоятельно аккумулировать там необходимые средства. Способ оплаты жильцы многоэтажек должны были выбрать до 1 ноября прошлого года. Но, как отметил Альберт Кельчуков, общие собрания прошли не везде. По данным униципалитетов, в республике таких домов только 10. Как подчеркивают в регоператоре, провести одновременно капремонт всех домов нереально. Чем строение старше, тем быстрее его начнут приводить в порядок. Перечень работ четко установлен. Это восстановление инженерных систем, замена лифтов, кровли, подвалов, фасадов, фундаментов дома и установка общедомовых приборов учета теплоэнергии. Программа капремонта стартовала в 2014 году и рассчитана на 30 лет. Альберт Корцаев, Заур Гидуев, Игорь Микулин. Вести Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария с федерального бюджета получит более 100 миллионов рублей. Средства выделяются в рамках госпрограммы экономического развития и инновационной экономики. По распоряжению правительства России, размещенного сегодня на портале Кабмина, всего регионам страны на поддержку муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, выделено без малого 17 миллиардов рублей. Отмечу в перечне организаций, которые имеют право на субсидии, также входят крестьянско-фермерские хозяйства, зарегистрированные в рамках подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства. Другим темам сегодняшнего дня в стране стартовал призыв вооруженной силы. Из Кабардино-Балкарии на службу в армию отправится 700 молодых людей. Два раза больше, чем в прошлогоднюю весеннюю кампанию. Об этом сегодня заявили в военном комиссариате республики. Продлится призывная кампания до 15 июля. В соответствии с указом президента России, в целом число новобранцев составит более 150 тысяч человек. Представители нашей республики – это в основном выпускники вузов, курсанты, успешно окончившие автошколу ДОСАВ. Службу они будут проходить в сухопутных и внутренних войсках практически во всех регионах страны. К слову, в осеннюю призывную кампанию 14-го в ряды Вооруженных сил России с КБР направили около шести сотен юношей. Самое большое количество за все последние годы. Соглашение о сотрудничестве подписано между Общественной палатой Кабардино-Балкарии и Общественными советами МВД и Республиканского управления ФМС. Документ трехсторонний и предусматривает объединение усилий по выявлению фактов коррупции в деятельности различных ведомств, в том числе при взаимодействии с населением. Из-за нечистых на руку функционеров. Граждане порой вынуждены платить за бесплатные услуги, отметили на встрече. В то же время некоторые жители считают, что с помощью взятки можно решить практически любые проблемы. Поэтому главная задача общественных организаций – разъяснять людям их права и обязанности, в том числе и ответственность за взяточничество. В прошлом году в республике уже провели около десятка крупных столов и научно-практических конференций, посвященных профилактике борьбы с коррупцией. В Кабардино-Балкарии пройдет первая этнографическая экспедиция на внедорожниках «Аландское наследие». Авторами идеи выступили Федеральное агентство по туризму и Русское географическое общество. Таким образом, организаторы намерены привлечь внимание к туристскому и рекреационному потенциалу республик СКФО, сообщает Пресс-служба федерального ведомства. В экспедиции примут участие более 30 опытных путешественников, среди которых члены Русского географического общества, телеканала «Моя планета», фотографы и блогеры. Им предстоит пройти маршрут из Москвы на Кавказ и сложный участок через перевалы и ущелья вдоль Большого Кавказского хребта от Кисловодска до Цейского ущелья. Они также посетят памятники истории и археологии, познакомятся с материальной и духовной культурой народов, населяющих ущелье Центрального Кавказа, чья история корнями уходит вглубь веков и связана с оландским наследием. Воучи увидят природные достопримечательности. Планируются также встречи и интервью с местными историками и краеведами, посещение мест археологических раскопок и музеев. В собранный материал войдет документальный фильм об экспедиции и оландском народе. О спорте Альберту Туменову назвали имя соперника в боях по смешанным единоборствам. Российский полусредний вес выйдет на ринг против американца Гектора Урбина, сообщает сайт спортивной организации UFC. Напомню, после неудачного начала боец из Кабардино-Балкари выиграл сразу три поединка подряд. Последний он провел с Николасом Мусоки, над которым одержал верх единогласным решением судей. Гектор Урбина в UFC дебютировал в ноябре прошлого года и уже в первом раунде досрочно победил Эдгара Гарсио. Бой Туменова и Урбины назначен на 13 июня в Мексике. Как создать шедевр из обычного песка? Ответ на этот вопрос дал молодой, но уже хорошо известный в Кабардино-Балкарии художник Шиамир Гучапшока. Накануне он провел мастер-класс в Музее изобразительных искусств, где несколько дней назад открылась его персональная выставка. Тем продолжит наш специальный корреспондент Жан Кубадиева. Самый обычный просеянный песок, стол, который художник смастерил своими руками, и фантазия. Набор для создания самых скоротечных шедевров современного художественного искусства готов. Песочная графика зародилась в 90-х годах в Венгрии, а наибольшую популярность получила спустя десятилетия уже в России. Шиамир Гучапшока впервые взял в руки этот природный материал пять лет назад. За это время его работы стали узнаваемы. Если вы не умеете рисовать, допустим, собаку, то вы не нарисуете это ни карандашом, ни песком. Поэтому тут, само собой, надо какую-то основу иметь. Профессионально владеть этим, конечно, надо заниматься. Так же, как любой из вас здесь сидящий, я уверен, профессионал в чем-то своем. О главном и для каждого. Так Шиамир назвал свою персональную выставку, уже седьмую по счету. Даже для сотрудников музея ИЗО, где экспозиции сменяются каждые две недели, она стала неожиданно активной. И не только потому, что зрителей много, а еще и потому, что экспонаты, то есть фотографии песочных картин, сходили с полотен на анимационный стол, где проживали второе рождение. Сам процесс, конечно, очень интересный, творческий. Хотя сам Шиамир говорит о том, что, конечно, изначально это не чистая импровизация, он как бы готовится к ней. То есть он как бы обдумывает сценарий, он обдумывает тематику. И не случайно, вот в экспозиции уже отфотографированных его композиций, песчаных, мы видим целые серии определенной тематики. Выставка Шиамира Гучепшока в Нальчике продлится до 12 апреля. Нуржан Кубадеева, Анзор Кошироков, Вести, Кабардино-Балкария. И последнее. В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно. На территории республики местами возможен туман. Республиканская МЧС распространила сегодня экстренное предупреждение. Вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня. Возможны повреждения автодорог, строений, линий связи и электропередачи. Спасатели рекомендуют туристам не кататься вне горнолыжных трасс, а местным жителям не выходить в горы в непогоду. По данным ведомства, лавинная опасность в горах сохранится ближайшие два дня. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. Будьте бдительны и осторожны. К этому часу у меня все. Напомню, все выпуски наших новостей вы можете просмотреть на сайте вести.кбр.ру. До встречи в 17.10. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok